Добрый вечер. Сегодня я хочу проанализировать кое-что из моей жизни. Вчера мы собрались в кругу семьи, чтобы поздравить папу с неба и жене с юбилеем в 75 лет. И вспоминали свою юность с моей сестрой. Мы два дня там заканчивали вместе в школе, в институте вместе учились. И получается, что Аня вспомнила о наших шалостях. Я вот до сих пор не знаю, шалости это были или это что-то Бог говорил нам. Вот. Ну, в общем, я училась хорошо. Мне должна была быть серебряная медаль, так сказать. Я в то время две грамоты обещали по химии и по литературе и русскому языку. Но я получила за поведение хорошо. Там моя подруга прославилась из-за безответной любви. Да, любилась лаборанта, но не отвечала взаимностью. Она решила его куртку пообразить дешевым антиколом. Конечно, ему это не понравилось. А я стояла, так сказать, на стрёме. Ну и также мы в то время еще и ездили на соревнования по стрельбе с пистолетом. Должно было состояться соревнование по стрельбе из автомата. Должны были поехать наших семь парней. Это седьмой, это десятый класс был уже, выпускной класс. Нас было мало. Спецкласс по физике. Вот. И мою сестру вроде брали среди девчата еще кого-то, чтобы стрелять с автомата. Вот. Но что-то такое непонятное. Девчата или не могли поделить, кто поедет или что. Я не знаю, что произошло. Но в общем мы решили пошутить и перевернуть все с ног на голову. И получается, что написали объявление, что якобы преподавателю НВП, ну вы знаете, что такое НВП, предвоенная подготовка, начальная военная подготовка, да, требуется медсестра. Шуча написали, там, габариты какие-то, рост, вес, там, объем, груди, ну такое вот, с симмором. Написали и развесили. Вот. Ну и вызывает нас наш классный руководитель, собирает нас. Начинает спрашивать, кто это делал. Говорит, что самое интересное, что люди приходили устраиваться на работу. Искали. Да. Ну поехала моя сестра стрелять с автоматом в наш, в наше военное училище. Вот. Ну и тут я, я не читала Хемингуэя «Прощай оружие», но там тоже героиня медсестра, с которой познакомился и в которой любился главный герой, якобы прототип Хемингуэя. Фередерик Генри, американский архитект, который отправился добровольцем в Италии на фронт Первой мировой войны. Вот. Он служил командиром транспортного отделения санитарной части в звании лейтенанта. Он знакомится здесь с медсестрой госпиталя Кэтрин Баркли. Я цитирую комментарии Баркли очень часто. У Бога ничего случайного нету. Везде Он себя проявляет. И вот я иду сегодня. Не было слова, что вот в 1637. И показывается место где-то районе недалеко от меня. Я видела, что этот преподаватель НВП жил. Хотя мы учились в совсем другом районе. Далеко отсюда. Вот. И меня как-то так вот повел пойти к этому месту. Подойти он не до слова. У меня Бог говорит я один. Я один опять. Бог говорит один. На доме номер восемнадцать. Крошинской восемнадцать. И слово такое я один. Все. На какую тему говорить? На тему войны? Конечно. Современная тема. Своевременная тема. Вот. Ну, я уже цитировала Иезекииля 39 глава. Как обращается Бог к Сыну Человеческому, кстати. Ты же Сын Человеческий из реки Пророчества на Гога. И скажи так, говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишеха и Кувала. Вот. И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краю в севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, отдам тебя на сиденье всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал, это говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю, могу, на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. Ну, острова живут беспечно, слава Богу, конечно. На островах смысла нет воевать. Так что нам, чтобы не участвовать в войне, всем переезжать на острова жить. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и дам вперед бесславить, и не дам вперед бесславить святое во имени моего, и узнает народу, что я Господь святый в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь, а это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израиля выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты, латы, луки, стрелы и булавые копья. В семь лет будут сжечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов. Но будут сжечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. Вот такая справедливость. И понятное дело, что в мире накапливается оружие. Одни точки горячие закрываются. После Афганистана были выведены американские войска, им надо куда-то опять девать войска, опять куда-то девать свои ружья, потому что это чей-то бизнес. Это, безусловно, напрягает. Вот, мягко говоря, конечно, хочется говорить жестче, хочется возмущаться, как я возмущалась мне на работе ночью, что им нужна война. И Порошенко, говорю, нужна война, потому что у него уже есть военный завод. Но тоже надо куда-то забывать свою продукцию. Это его бизнес. Конечно, он вывезет семью из Украины и все. Вот. Я не знаю, кому нужна война вообще? Кому она нравится? Кому-то может нравиться? В Украине может кому-то нравится воевать, вообще в принципе убивать. Ну это уже извращение, это уже просто... Ну к психиатру надо обращаться, если человеку нравится убивать. Вот. А мы на это смотрим спокойно, понимаете? То есть получается, нездоровые люди управляют миром, да? Которые хотят убивать, которые хотят зарабатывать там на таких вещах, как наркотики и страшных еще вещах. Вот. А когда-то надо остановиться. И это будет. Я так думаю, я уже говорю на планетянах, если люди сами не покаяться на земле, ну я же не могу кричать. Если мы соберемся вместе, организуем, организуем, будем кричать, покайтесь и сжигайте оружие. Я думаю, что придется все по-другому. Что возможно эта война обернется против мироправителей, которые насобирали себе сокровища на последние дни. И гореть будет в первую очередь их имущество, их имение. Вот. И если они так хотят. Если они так хотят войны, то это будет конец. Вот. И будут сидеть на своих попелищах. Я думаю, ну не зря там останавливали военные действия инопланетяне. Это же всем известно. Уже, наверное, что разразилась бы ядерная война. Да. Нет. В районе Афганистана. Или в Вьетнаме. Где там останавливались. И не раз. В общем. Ну а в последнее время, видимо, Бог даст власть этим инопланетянам, которым известно, где находятся военные базы. И они будут гореть. Потому что если у людей бизнес, и они никак не могут от него отказаться. Понимаете? Они не могут допустить мысль, что что-то хотя бы что-то потерять от того, что они имеют. То надо, чтобы кто-то помог избавиться от оружия. Вот такое мое мнение. Да. А то, что «Прощай оружие» написал Хеменгей в 1929 году. Тоже о чем-то говорить. 29 у меня цифра понятная. Потому что я начала свое служение, которое уже набирает обороты, вижу. И 9. У меня 100 постоянных слушателей. И 9 месяцев скоро будет, как я говорю. Вот. И если Господь так призывает нас бороться с нечестием, которое порождает война. Это безумие. Вот. Вот. Ну, я не буду, конечно, луками, что слушала пророчицу. Не знаю, что это было. Якобы Бог наказывает нас за разврат. Вот так надо каяться. То неужели нам нужна война, чтобы мы отвратились от этого разврата. Надо останавливать разврат. Безумие человеческое. Вот. И по сюжету этой книги героиня Кэтрин вместе с Федриком Генрихом убегает. Потому что они могут стать жертвой нелепых обвинений. Итальянской полевой жандармерии. Шпионажи могут. Потому что у него американский акцент. И они убегают в нейтральной Швейцарии. Где, им кажется, находится спасение от жестокости мира и бессмысленных убийств. Но кажущееся счастье оказывается недолгим. Кэтрин, еще и Виталий забеременевший от связи с Федриком, умирает во время рода в швейцарском госпитале. Ну вот тоже признаки последнего времени. Тоже об этом Господь говорит. Ждаем и заканчивается. Вот все, что нужно говорить. О чем я говорю постоянно. Вот. Вот. Но хочется, чтобы было таких побольше Швейцарий, которые бы заняли бы какую-то нейтральную позицию в отношении к войне. И Крыне тоже советую просто сейчас занять нейтральную позицию. И отказываться от всякого, от всякой гонки вооружения. Вот. Думаю, надо такую занимать позицию сейчас. И раз Путин захватил территорию, ну, когда-то эта территория будет, наверное, уже как проклятое место. Куда будут высылаться преступники, которые там сделали какое-то зло. Пусть там живут. Такое есть. Ссылка. Вот. Пусть будет так. Это будет такая местность. Такое мнение по этому поводу. Вот. Желаю всем счастья в личной жизни. Будьте многосовены.